Должны сыграть полученную роль Чтобы умолкли в зале разговоры И чтобы ушли Тоска, досада, боль Заходит песня на стихи Моей двойной сестры Таня Житлиной Называется она «Десять лет спустя» Ходит ветер, кроны дышат во всю грудь Хочет ангел, на корабле тел плыть Золотому кораблю счастливый путь Если все, что только было, позабыть Заждались другие страны Не бери с собой ни грана Лишь умойся из фонтана И лети себе, плыви Только звезды, только птицы То ли вправду, то ли снится Мир без края, без границы Без болезней, без любви Полетай и возвратиться, поспеши Не узнаешь через год родимых мест Под каштанами ни тени, ни души И корабли перепутал пост и вес Ах, от шпиля и до шпиля Болеверсты стали мили Дети русские позабыли По-английски говорят Стань ты веткой, тополиной Спрячься перышки в перину Чтобы имени старинным Отыскать забытый клад Ходит ветер, кроны лежат во всю грудь Хочет ангел на кораблике уплыть Золотому кораблю счастливый путь Если все, что только было, позабыли Чтобы шпили ликовали Чтобы дети ликовали Чтоб стекала с подневесья Беспокойная вода В день осенний или вежливый Ты счастливый и безгрешный Забудь про свой скворежный И лети скорее сюда В день осенний или вежливый Ты счастливый и безгрешный Позабудь про свой скворежный И лети скорее сюда И лети скорее сюда Огромное спасибо Слава, браво Спасибо, Миша Спасибо Александр Плакс приглашается к микрофону Саша Андрей Козловский Полковник разведки Надел ордена Поставил будильник на семь Чтоб сделать зарядку Чтоб выпить вина И стать человеком совсем От стрельб и учений Разводов и баб От всяких подобных забот Полковник разведки Проследовал в штаб Красавец, герой, патриот Неспешно ковавший Мечи изорал Тихонько Кувалдой стучал Полковник, бравый Штабной генерал Послал в Сент-Тропе С горяча И пьяный полковник Пошел в осекло По мокрой военной тропе Оставленный мотострелковым полком До самого До Сент-Тропе Разведка в России Всегда нелегка Особенно на одного Он пил за отчизну За зная полка За роллингов И статус-кво Он слал шифрограммы Менял имена С певуньей С того ночевал Терял, что имел Забывал то, что знал Болела его голова Я видел его У смоленских болот В лесах и в морской глубине Полковник разведки Герой-патриот Он всюду мерещится мне А воська гранат На плече пулемет Почти незаметен в толпе Не он ли пустые патроны сдает В ночные ларьки Сент-Тропе Нас всех иногда Посылает страна На подвиг На славу На всякое На Решил у слустан Завести огородик Затыклы и фруквы Посеять на нем Чтоб осенью чудной Наполнить свой погреб И летом прелестным И ночью, и днем Он выкопал ямку И семечко бросил Он выкопал ямку И семечко бросил Выкопал ямку И семечко бросил И выкопал ямку И все закопал А ночью пришел Острова-драстрозубый И выкопал ямку И семечко съел А после другую А после другое А после наелся И около сел И около лег И свалился на грядку И около часа Валялся на ней И около часа Уснул, как убитый И около года Проспал лихотей А утром из пуза Его шерстяного Затыклы и фруквы Вдруг стали расти А с ними еще Глажапы и влипсы А с ними еще Огольцы и полидоры А с ними еще Расскажи-ка С губникой А дальше И гуще И гуще И чаще И роща И лес И прелестное лето И чудная осень И день у детей Решил с кустам Завести огородик Но циклы и буклы Но цапы и буксы Но чипсы и баксы Посеял на нем Спасибо Боря, с днем рождения тебя Марина Генчикмахер Сперва Как простое кокетство Потом как рефрен беды Где юность моя Где детство Растаяли их следы Былое змеиной кожей Отброшено Новые мы Мы те же Поем о том же Но глубже мотив зимы И те, кого мы любили Не меньше, чем любят нас Уже в небылицах-былях В расплывчатом дыме фраз Их облики Все бесплотней За жесткой приставкой ПРА А завтра уже Сегодня И даже чуть-чуть Вчера Когда я сегодня Слушала Выступление Ирины Карпинос Меня заинтересовало Несколько ее фраз И одна из песен Которую, впрочем, я уже слышала О судьбе поэта Как там, так и здесь Я должна заметить Что поэты всегда ходят На бездны Независимо от того Где они живут О чем подтверждает Судьба Петра Вегина Не только его смерть Но и сама судьба Его жизнь здесь В Лос-Анджелесе И если уже такие Значительные поэты Как Петр Вегин Которые стараются Настоящие поэты И причем признанные Очень признанные Не имеют возможности Выйти к своему слушателю То что ждет нас Смертных Которые неизвестны Неизвестны и малоизвестны Поэтому очень многие поэты Устремляются в интернет Пытаясь там найти своего читателя И своего слушателя Где, кстати, их судьба не намного лучше Потому что их мало кто слышит И мало кто читает И появляется огромное количество Всевозможных Жалоб, плачей В стихотворных вариантах Одно из которых я недавно прочитала Причем замечательное стихотворение Российского или украинского поэта Алексея Порошина Потрясающая вещь Которая завершалась Следующими строчками И скажет Он погиб Не заслужив Ни почестей Ни денег Ни софитов Твори, поэт Пиши, покуда жив Для сетевого кладбища Пиитов И в ответ ему Я сочинила Тоже как бы Послание Которое называется О чем твой плач, поэт О чем твой непрерывный плач, поэт Тернист твой путь Компьютер неисправен В унылый гроб Сойдя старик державен Забыл благословительный интернет А прочие не бросит свой престол Чтобы признать тебя под гром салюта И ты в тоске Насилуешь компьютер Тем, чем когда-то захламлял Свой ствол В ситературе, милый, как везде Кто нетленным Плюнул на нетленку А кто идет по свежей борозде Протоптанной другим Снимая пенки Один князья Другой смакует грязь Один в тоске Другой всегда в экстазе А третий, не стыдясь И не таясь Открыто льстит Завязывая связи Кому-то в кайф Лохмотье вместо брюк И жалкое ее родство Как реклама Ведь публики начхать на наши драмы Чем живописней, тем эффектней трюк Сиятны глотки шумных площадей Сожрут дешевку И сожрут святыню А ты скулишь, как древний иудей Сменивший рабство на хамсин в пустыне И клюв разъявив жадно И так спасите, братцы Не признают, не уважают Сос Кто говорил, что стихоплетство рай Где твердые расценки на прозрение Но ты свободен, словно в день творения Ты сам себя хозяин Выбирай Создатель, очумевший от нытья И скоро многих выдернет немногих Но все зачем-то просятся в пророке На желтой странице бытия А у пророков странная лафа Их урожай на смешке или камне И я бы призадумалась Куда мне Не высока ли плата на слова Клочок обетованного песка Служение мус Не балует комфортом И все твои наличные Тоска И клавиши потертого киборда Большое спасибо Еще одна новинка была от эскулата Николай Абухов Город Лос-Анджелес Песня называется Волшебная комната У меня в волшебной комнате По соседству за стеной Есть колпак звезда на конусе Есть халат обшит луной Есть набор волшебных палочек Банка духов и чертей И полдюжины из прачечной Самобранок с катерти Рядом с кошкой в черном свитере Сидит вещая сова И корректно посетителям Говорит каменгала Когда книжки и учебники На ночь гасит абажур Я в ту комнату волшебную Вместе с дочкой прихожу В этой комнате позволено Без оплаты никакой Сколько хочешь звезд из золота Брать из воздуха рукой Можешь вызвать духов сказочных Научить работе их Только здесь нельзя заважничать И кричать нельзя на них Захотел алмаз, пожалуйста Мол, и слово, и добыть Только здесь нельзя из жадности В сумку спрятать что-нибудь А никто без возвращения Без примет и без следа Эта комната волшебная Вдруг исчезнет навсегда А никто без возвращения Без примет и без следа Эта комната волшебная Вдруг исчезнет навсегда. Мок врезается в ключи, вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи. И с поддувалом, а у меня, цепные всы взбесились. Средночисла я перешли на вой, и на ногах моих масоли прохудились. А до подни, по комнате пустой, оху соседа быстро пьют. А что не пить, когда дают? А что не есть, когда уют и ненакладно? А тут вот баба на сносях, гусей не кормили, хосяк, да дело в общем не в гусях, а все не ладно. Тут у меня под стены появились, я их гоню, они и так, и сякая они опять. Да в неудобном месте чирий вылез, пора пахать, а тут ни сесть, ни встать. Сосед маленочку прислал, он отчедрот меня позвал. Ну я, конечно, отказал, а он сначала должно-литровый огрел, но я, конечно, подобрел. Я пошел, попил, поел, не полегчало и посредине этого разгула. Я пошептал на ухо жениху, и жениха как будто ветром сдуло. Невеста вся рыдает наверху, сосед орет, что он народ, что основной закон бледет. Мол, кто не ест, кто-то не пьет и выпил, кстати, все сразу поскакали с места, тут малец поправкой в лес. Кто не работает, не ест, ты впутал, батя. Сосед вторую литру съел, я совел, я псовел. Он захотел, чтоб я попел, зря, что ли, поили. Меня схватили за богатого здоровенных паренька. Игра и бой, паскуда, пока не удавили. Уже дошло, висели до точки. Уже невеста в рыбу пьет тайком. Ее запел про светлые денечки, Когда служил на почте им щеком. Потом была уха и заливные потроха. Потом поймали жениха и долго пили. Потом вблизали по избе, потом дрались не по злобе. И все хорошее в себе да истребили. А я стонал в углу болотной выпью. На вычесть, а потом и подбочась. И думал, с кем я завтра выпью. И с тех, с которыми я пью сейчас. Ну а на утро там покой, и хлебный мяким за щекой. И голова там не болит, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в тенцах. И печь вся в синих изростах, из-под дувалом. Я, к сожалению, на русском языке еще не сочиняю. Поэтому будет песня по-французски и по-английски.